Назарбаев интеллектуальный школа Азаджа Улбаев, профориентатор НИШ. Здравствуйте! Как нам известно, недавно у вас проходил форум выпускников СамГАУ. Расскажите, пожалуйста, подробнее, какого числа проходил форум. Здравствуйте! Да, действительно, 6 января на базе НИШ Актобе был проведен форум выпускников СамГАУ, где мы собрали выпускников с самого первого выпуска 2015 года по нынешней, 2022 года. 7 выпусков у нас уже есть. И на сам форум пришло около 100 выпускников из всех выпусков, где они провели встречу для наших учащихся, где они встретились с нашими учителями, где поговорили о том, какие же у них сейчас есть успехи, трудности. В общем, полный эмоциональный спектр. Второй вопрос. Что проводили в рамках форума? Итак, если говорить хронологически, то здесь мы скажем, что в самом начале было торжественное открытие, где наши учащиеся встретили наших выпускников, после чего прошла такая уютная встреча непосредственно с выпускников и учителей, где они рассказывали о своей нынешней ситуации, чего они добились за тот период, когда они выпустились. Ну и в целом, это обязательная часть для любого выпускника, получить свою порцию ностальгии, где они могли с учителями поговорить, с одноклассниками поговорить, встретиться. В общем, очень тепло этот момент прошел. После данной встречи был такой профориентационный момент, профориентационная сессия, где мы разбили спикеров, где мы разбили выпускников на, так сказать, секции, где они выступали для наших учащихся, учащихся старших классов, и выступали по таким направлениям, как биотехнология, медицина, инженерия, компьютерные технологии, международные отношения, педагогика, журналистика тоже самое. В общем, очень много направлений мы для них организовали, и учащиеся в полной мере, как сказать, насладились и в то же время узнали что-то новое для себя, и для себя такие пометки делали, что можно сделать на будущее. Ну, направлений, видимо, очень много было, может быть, какое-то наиболее вам запомнилось, кто-то из спикеров, может быть? Да, мне, так как я был одним из организаторов, мне было трудно находиться в каждой из секций в одно и то же время, но наиболее популярна была секция компьютерных технологий, и я бы хотел рассказать об одном из спикеров, это Нахметулла Тимирлан, он выпускник 2015 года, он уже закончил бакалавриат, закончил магистратуру, и на данный момент работает разработчиком программного обеспечения в Тинковбанке, и когда мы его приглашали, мы сделали упор на то, чтобы именно он показал, что обычный выпускник, что обычный учащийся ниш может получить в будущем, чего он может добиться, каких высот, и какой вклад может внести в целом в развитие организации или же государства в целом. Насколько часто проходят такие формулы? Ежегодно, может быть? Мы стараемся... Нет, мы не проводим его ежегодно, слишком часто тоже, наверное, не стоит. Мы проводим его раз в два года, естественно, наши выпускники просят, чтобы мы проводили его чаще, но мы так подумали, что лучше мы возьмем конкретно только старшее звено, будем показывать для них, чего добиваются наши выпускники, их пример, их, я не знаю, заряд, заряд мотивации, и таким образом это прям ведет к тому, что они с удвоенной силой начинают учиться. Хорошо. Какой результат вообще получают участники этого форума? Ну, помимо того, что я сказал, что получают заряд мотивации, они получают видение того, какой путь для них необходим, какие навыки для них требуются на той или иной должности, на ту или иную профессию. Они также смотрят на то, каких успехов можно добиться именно в этой конкретной сфере. Да, будет трудно, но если я буду учиться, если буду хорошо над этим работать, то получу то, чего заслуживаю. Чуть-чуть вернусь на предыдущий вопрос касательно спикеров. Хотел сказать, что помимо того, что мы указали конкретные специальности, конкретные направления, мы также попросили наших спикеров, некоторых из спикеров, рассказать о том, как они поступали в университеты США, Германии, Южной Кореи, Гонконга. И для учащихся это тоже определенный плюс, потому что они знают, а, вот он, как сказать, шаг первый, шаг второй, шаг третий. Последовательность уже знает. Они уже знают конкретно, ага. В этом месяце я должен приготовить вот эту часть моей работы, допустим, мотивационное письмо, допустим, документация, табеля, вот все вот эти моменты, они уже понимают для себя, устаканивают и уже работают дальше. Ну да, это действительно большой плюс, потому что школьники, они вообще теряются в такие моменты. Хотелось бы еще узнать, узнать по поводу 22-го года. Какие у вас были мероприятия, вообще о результатах, об итогах года? В целом могу сказать, что 22-й год был для нас очень таким удачным, именно касательно школы, в том плане, что наши выпускники, вот 12-го класса, нынешний 12-й класс, они получили очень высокий результат по международному экзамену IELTS. За, получается, 7 выпусков у нас наибольший результат, средний результат IELTS был на уровне 6,7. Этот же год добился абсолютного рекорда, и сейчас у него 6,9, и я могу сказать, что очень много, не очень много, но есть список учащихся, у которых IELTS 8 и 8,5, что очень и очень высокий результат. Не каждый, так сказать, носитель языка может получить его, а тут у нас наши ребята этого добились. Это вот то, что касательно результатов IELTS. Также мы уже на постоянной основе на базе НИШ АКТОБЕ проводим тоже другой международный экзамен, называется SAT, который является обязательным для поступления в особенности в американские вузы, в европейские вузы, так как они смотрят именно на него, а не на результаты нашего ЕНТ, или же в нашей школе мы сдаем МЭСК, и они на это не особо смотрят, но на результаты SAT они часто смотрят, и так как мы являемся базой для проведения этого экзамена, то наши учащиеся на постоянной основе сдают этот экзамен. Это вот тот момент, который организационный, который мы проводим именно для учащихся. Мы также сделали большой прогресс именно в таком проекте, как «Умный четверг». Это специальный проект, который мы проводим специально для учащихся, не только старшего звена, но больший упор делаем именно на среднее звено, где мы приглашаем специалистов из определенной сферы, и они своими рассказами, своими историями, делятся своим опытом для того, чтобы ученик уже делал выбор. Уже в восьмом классе, в девятом, в десятом классе он уже делал выбор. Ага, лучше я пойду в эту сферу, в эту сферу, потому что она мне интересна, потому что здесь, оказывается, можно заняться вот таким делом. И вот эта часть, я думаю, мы можем сказать, что мы прям гордимся этим, потому что проект «Умный четверг» сейчас сдвинулся в разы дальше, нежели было, например, в предыдущие годы. Вот это вот те три проекта, о которых я хотел бы рассказать. Это действительно хорошие результаты. Я думаю, телезрители, даже не школьники, вдохновятся баллами IELTS. Очень хорошо. Конечно, хотелось бы еще услышать о каких-нибудь планах на 2023 год. На 2023 год у нас, в первую очередь, это вот прямо сейчас, в январь месяц, у нас такая горячая пора для тех учащихся, для тех 12-классников, которые хотят поступить именно в европейские вузы, потому что открылись межправительственные гранты в Венгрию, межправительственные гранты в Германию, в Турцию. И вот я могу сказать, что я сейчас после того, как выйду из студии, вернусь в школу и буду работать конкретно с 12-классниками для того, чтобы сопровождать их в сдаче документов, в документации, вот в этот момент сейчас прям такая, прям жаркая, жаркая пора именно для меня лично, но и в то же время для учащихся старших классов. Огромное вам спасибо за беседу. Напомню, у нас в студии был Азаджа Улбаев, представитель Назарбаев интеллектуальной школы. Не переключайте канал, сейчас будем встречать второго гостя, с которым...